Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Многие возмутились тем, что Валерий Леонтьев, проживая в Америке, в принципе-то претензий нет, он абсолютно честен, он говорит, что я живу уже там очень давно, и певческую карьеру закончил, приезжал сюда к друзьям, с друзьями увидеться. Ну что тут скажешь, человек приезжал увидеться с друзьями, но появились кадры, где он поет на корпоративе, и выяснилось, что он, собственно говоря, не просто приезжает с друзьями встретиться, он приезжает в нашу страну для того, чтобы петь, для того, чтобы зарабатывать деньги, при этом никакую позицию он не озвучивает, никто заставлять не имеет права, безусловно, но тем не менее медийные личности, как мне кажется, в данный момент времени проживают, тем более на территории страны, которая, скажем так, своей задачей поставила развал России, и уничтожение, стратегическое поражение, не просто там армии, правительства, а нас с вами в конечном итоге, нас с вами раздробить, уничтожить, поделить на маленькие какие-то территории и так далее. Об этом говорят в открытые многие. И проживая в этой стране, приезжая здесь зарабатывать, улетать опять туда, ну это как-то, согласитесь, странновато. И кто сейчас пишет, что дослушайте, до чего прицепились, представьте, в Великую Отечественную, певец, проживая в Германии, будет приезжать в Советский Союз, петь и уезжать обратно. Кто-то скажет, не надо сравнивать, но по уровню того, что происходит, по уровню вовлеченности стран Запада, и по тем целям, которые они поставили, а чем это отличается? По большому счету, помимо того, что руководство сейчас проводит политику, связанную с операцией, а не так, как было тогда, полномасштабно защищая. Но так они пошли пока не так. Неизвестно еще, так сказать, что дальше будет, что у них там в голову взбредет. Поэтому можно себе это было представить? Да нельзя ни в коем случае. Поэтому и здесь люди удивляются. Но сейчас вообще странная ситуация, потому что есть телеграм-канал, называется «Светский Хроник». И здесь вот что пишут. Администратор телеграм-канала решил узнать подробности о внезапном визите Валерия Леонтьева в Россию. И оказалось, что певец тут обитает постоянно. Добрый день. Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает, ответил администратору директор Леонтьева Борис Чигирев. Вот так-то. То есть Ургант, у которого спросили, он сказал, я никуда не уезжаю, я здесь живу. Арбак Айта, который дали спеть в Санкт-Петербурге, остальные отменили концерты, она сказала на выходе, я здесь живу. Я здесь живу. Вы что, такие вопросы задаете мне. Больше здесь не видели, а она уехала. В Америку, где муж, дочь, сын. И поехала по Европам, по Израилям. Но у всех, у кого кто уезжал, они все живут. Мы, видимо, уехали. Леонтьев, о котором буквально недавно, когда он прилетал, ясно сказали, что он чуть ли не 20 лет живет там уже в Америке. Оказывается, сейчас, когда шумиха началась, что он приезжает зарабатывать, а очевидно, без денежек-то сидеть плохо. Понимаете, в чем дело? Без денежек-то ты не высидишь долго, потому что одно дело приезжать, зарабатывать, жить в Америке, другое дело приехать сюда и уже начинать спрашивать, а что в операции не высказываться. А что там это? А как он относится? А как он вообще в Америке живет, а сюда приезжает? А как же вот замдиректора ЦРУ говорил об агентах влияния числа публичных людей? А он друг Пугачевой вообще? А как это может быть? И выясняется, что и он, оказывается, никуда не уезжал. А как Леонтьев, он живет в России? Тогда другой вопрос, если он живет в России и иногда уезжает в Америку, хотя всем недавно говорили, что он 20 лет там живет уже, и иногда приезжает, наоборот, в Россию. Более того, говорили, что он даже, собственно говоря, и в Россию-то редко приезжает по состоянию здоровья уже сейчас. И только за какие-то баснословные гонорары может приехать. Начался шум, что могут, так сказать, как-то повлиять. И директор говорит, да он здесь живет, какая проблема? Тогда, если он здесь живет, директор заявляет певца Леонтьева, он здесь живет, он здесь выступает, он здесь зарабатывает деньги, тогда, простите, у меня вопрос, а человек, который это делает, как относится к операции, которая проводится, будучи медийным человеком? Я ни в коем случае не призываю, не заставляю, но мне было бы интересно, это человек, который, это эпоха, это талант безусловнейший, но было бы интересно его мнение по этому вопросу, узнать вообще, как он относится к этому. И учитывая, так сказать, недвижимость в Америке, выезды, ну слушайте, за дураков-то что держать, я не могу понять. То есть, он приезжает зарабатывать, при этом, я смотрю в комментариях, люди взбунтовались просто, как вы смеете про Леонтьева трогать, что там выводят, делать больше нечего. Я не могу понять, почему не задать вопрос, почему человек, зачем за дураков держать, директор говорит, он живет в России, он иногда уезжает, а до этого нам говорят, и все СМИ пишут, что он живет в Америке, и иногда приезжает в Россию. Ну очевидно же, что он сейчас приехал, шумиха началась, корпоративы есть, деньги есть, в России надо зарабатывать, чтобы имущество обслуживать, потому что они без России, никто даже там, если 20-30 лет прожил, то там никому не нужен. И теперь, чтобы шумихи не было, у них у всех одно заявление, мы здесь живем, никто не уезжал никуда. И после выступления они опять улетают. Но, слушайте, Россия не кормовая база, с моей точки зрения. Теперь хорошая, конечно, фишка, связанная с тем, что я здесь живу, я иногда просто уезжаю. Но как-то, мне кажется, это просто нечестно по отношению к людям. Друзья, что вы думаете на сегодняшний счет, пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку в закрепленном в комментариях в описании к видео, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка там же в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой второй официальный канал Будда Гришна новости в Телеграм, там политика, каждый день видео о политике, много политики, все о политике. Ссылочка здесь опять внизу закреплена в комментариях в описании к видео. Новости выходят круглосуточно 24 на 7. Друзья, и приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменов, предпринимателей, просто для людей, которые хотят, мимо вас, кто же сегодня мог бы стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.